Триггером тут послужил бить предателей, выпущенный ФБК, там уже совсем... Вот это серьезно, вот это серьезно. ФБК – это реальная сила, это в целом классная организация, созданная талантливыми людьми, крепкая команда, у которой есть феноменальный опыт и шествий, и организаций протестов, и 80 с чем-то штабов работавших. ФБК – Нарковский обвинил певчих в незнании специфика того времени. С резкой критикой также выступили Гозман, Мальгин и другие. – Очень много. – Можно сделать небольшое отношение очень коротко, в чем здесь, собственно, спор, и что вы думаете об этом фильме? – Я думаю, что основной проблемой лежит в том, как некоторые сотрудники ФБК вообще воспринимают и относятся к частной собственности и к предпринимательству. То есть там ошибка, мне кажется, заложена, из-за чего все не понимаю, заложена в дано. – Они считают, грубо говоря, что если есть какой-то феноменально успешный бизнес, то у него должна быть огромная социальная ответственность, большие налоги, на которые нужно содержать огромное количество людей неуспешных. Потому что все, созданное человеком, есть некое коллективное право на любую собственность. Я, как либертарианец, считаю, что маленькая часть должна достаться государству на полицию, армию, МЧС, грубо говоря, скорую помощь и суды. – А все остальное полностью принадлежит тому, кто это произвел, и он никому ничего не должен, ничего не объяснять никому не должен, никакой социальной ответственности у него быть не должно. В этом лежит основное-основное. Плюс, опять-таки, есть живые свидетели, с какой радостью воспринималось падение Советского Союза и насколько надоели все эти совковые рожи и компартии и так далее, какая была чудовищная от них усталость. Это нужно принимать во внимание, наверное. И, безусловно, Ельцин был искренним. Он не был террористом, бандитом или вором. Он сделал кучу ошибок, в том числе, наверное, что-то сделал для своих друзей и так далее. Но он был нестяжательным, и у него были самые светлые намерения из всех российских правителей, может быть, вообще за все время. Может быть, не знаю, можно, наверное, сравнивать с Александром Вторым. Или, не знаю, с царицами, наверное, которые в целом хотели процветания страны. Ну, Ельцин хотел процветания через свободу, что мне ближе всего. То, что я могу его ругать, у меня претензии к нему до горизонта. Вот. А предатель – это тот, кто задумывал, у кого были другие намерения. Вот предатель – это Путин. А террорист, предатель всех, кто в него тогда поверил и кто за него голосовал, вот он предатель. Он знал, что будет обманывать, и обманывает, и продолжает это делать. Вот. А это базовое несогласие с трактовками. А параллельно с этим я хочу сказать большое спасибо ФБК и лично Марии Певчику за то, что этот фильм вышел, потому что это большая площадка для дискуссий. И переосознать и понять, что произошло в 90-х, очень важно. И чтобы этих ошибок не допускать впредь. И потому что после падения путинского режима опять будет вероятно, я допускаю, точка бифуркации, с которой будет путь налево, где коня потеряешь, или направо, где сам пропадешь. Евгений, хотелось бы... В России всегда так. В «Медузе» вышло вот такой материал, интервью с автором книги, которая вышла в 1927 году в издательстве «Ельский университет», о «Потерянный мир», как у Запада не получилось предотвратить Вторую Холодную войну. Ее написал Ричард Саква, это британский политолог. Он за меня выступил в суде, знаете? Ахренеть! Вау! Да, он написал стейтмент по моему делу для суда, когда государство Великобритании не поверило в то, что происходит, он почитал дело и написал свое заключение. То есть афидевит, да, афидевит и саппорт. Я с ним лично не общался, но юристы, когда я напишу, он посмотрел и написал. Интересно, но вот знаете, сейчас он больше звучит как некий такой апологет, если не Путина, то вообще всей, скажем так, причины СВО, которые перечисляет путинская пропаганда. И вот основные тезисы интервью Саквы. Первое. В наступлении Второй Холодной войны очень сильно виноват Запад. Второе. Вторжение Путина в Украину было обусловлено опасением России по поводу своей безопасности. Третье. Аналогии нынешней европейской ситуации с 30-ми годами гитлеровской угрозой неуместной. Это похоже только на 14-й год, 1914. Ну и последнее. В будущем Путин с его огромным опытом на самом деле тоже может быть хорошим проводником мирной программы. Это прямая цитата на самом деле. Вот знаете, это звучит как такое маргинальное такое мнение, хотя везде, в каждой западной стране вот подобного рода персонажи, профессура, политологи, комментаторы, они есть. Хотя все-таки составляет с собой меньшинство. Вообще есть хоть какое-либо здравое зерно в том, что вы услышали от господина Ставы в его тезисах? Ну вот в этих тезисах я видел тоже тезисно где-то в Твиттере. Вот. Я вижу, как это подмена понятий. Это как бы человек зашел с неподсвеченной стороны, да, и пытался представить нам не в том свете, в котором мы это все видим. Вот. Безусловно, если исходить из понимания, что все бывшие страны СССР ушли по ошибке, и у Путина есть финальное право на все земли бывшего СССР, то да, вот если это так, то тогда все, что он сказал, все правда. И по поводу того, что не стоит бояться Путина как Гитлера, стоит еще больше, чем Гитлера, потому что загнанная в угол крыса с ядерным оружием – это без дураков страшно. И он действительно может его использовать. И мне кажется, что здесь, наверное, нужно быть очень внимательным и держать НАТО, то, что может сбить ракеты на ранних этапах, нужно, чтобы они держали руку на пульсе, скажем так, руку на пульте, чтобы этого не произошло. Потому что, черт его знает, если перед Путиным замаячат то, что можно трактовать как военное поражение, то, безусловно, он начнет дергать за все рычаги. Да уж, Евгений, скажите, вот как вы восприняли информацию о том, что Конгресс атаки одобрил помощь Украине? Есть ли у вас ощущение, что это, возможно, последняя такая помощь? И что сейчас защищают в Кремле? То есть что, еще получается пару лет переждать? Или действительно они встревожены? Потому что, разумеется, утверждают, что ни на что это не повлияет, эти цели СВО будут выполнены, ну а Песков вообще, это уже другая часть вопроса, собственно, реагируя на постановление в этом законопроекте о замороживании российских активов, пригрозил какими-то паритетными соответствующими мерами. Что вы скажете? Я это себе отрежу. Мне кажется, что в Кремле знали, об этом уже, что... Ну, если там, грубо говоря, до оппозиции в Лондоне месяц назад дошли слухи, что все всем дадут, то, наверное, что знают двое, знают свинья. Вот, поэтому я думаю, что все все знали. Это, ну, неизбежность, да, уже эти... Они уже, я думаю, месяц воспринимали как неизбежность. Ну, военная машина работает, экономика перестраивается на военный лад. Болванки и штуки для убийства они продолжают производить, а они обходятся гораздо дешевле, чем Америки, да? Ну, потому что, ну, по сути, старое советское оборудование, и люди на гораздо меньших зарплатах производят штуки проще, чем будет прислано из Штатов. Вот, поэтому... Это очень прекрасная новость для Украины, прекрасная, потому что каждая сдача даже небольшого города, да, уничтоженного, неметенного с лица земли, даже с огромными потерями с российской стороны, она все равно, безусловно, повергала в уныние общества и некоторых людей в армии тоже. Оно, безусловно, психологически, кроме того, что это потери огромные и огромное количество раненых, это психологическое давление, что несметное количество орков положит любое количество своих сограждан для взятия развалин Бахмута или Авдеевки, а сейчас там бои в Часов-Яр, куда ударение ставится, скажите. Это правильно. Жуткие совершенно. Вот, понятно, что когда в распоряжении ЗСУ будут точные ракеты, в ЗСУ уже продемонстрировали, что в основном они очень продуманно ими пользуются и достаточно эффективно. Вот, поэтому если их будут, как и прежде, расходовать очень аккуратно, продуманно, и их использование не будет влечь за собой гибель мирных жителей на территории России, то эта помощь продолжится и при Трампе. Эта машина запущена, ее один человек остановить не в силах. Там же не едина власть, а в Америке. Вот, поэтому это как раз, наверное, новость, когда многие могут выдохнуть. Да, вот, спокойно. Вот, и в целом этому нужно дождаться, и потому что я думаю, что сверхзадача у российских спецслужб, российской разведки уничтожить это до того, как это встанет и будет использовано. И задача сверхсложная. Через 600, 700, 800 километров аккуратно это протащить. Учитывая, что есть понятные несколько дорог и несколько железных дорог. Вот, вот. Наверное, какие-то такие более технические тактические задачи до того, как это все встанет на вооружение, будет использовано. Наверное, сейчас вот какие-то такие там стоят. Вот. Но до этого все удавалось сделать втихаря. Надеюсь, что и сейчас получится. Евгений, вот в этом контексте бравурные заявления угрозы уже теперь официально от Лаврова, что в какой-то там части VR, они сейчас раздвинули рот на Харьков. Как вы считаете, это ИПСО? Возможно, это не в нашей парафе, это военная тема, но вот говорить о взятии Харькова сейчас, многим это кажется абсурдно, с другой стороны, это тоже влияет на психику украинцев, вот такие заявления. Насколько они реалистичны? Безусловно, если сейчас двухсоттысячный контингент выдвинется на Харьков, это будет крайне тяжело. А могут ли они взять, грубо говоря, не снеся город с земли? Наверное, нет, но выйти на границы, наверное, смогут, как это уже было в марте 22-го. Понятно, что ЗСУ об этом знали, и там серьезно проведена работа по обороне, к сожалению, не хватает патриотов, и было бы здорово, конечно, чтобы их дали чуть раньше, до того, как огромное количество зданий и сооружений инфраструктурных были уничтожены. Ну, так или иначе, я думаю, что и патриоты дадут, и самолеты дадут, все дадут. У меня такое чувство, что дальше Путин достал их враньем своим, вот, и они решили чуть-чуть более активно охладить, как мне кажется. Вот, наверное, у меня такое чувство, что не стоит бояться Трампа. Он все равно будет делать так, как хочет большинство. Если большинство будет поддерживать помощь Украине, он будет это делать. На этом вкладывает тот факт, что он послабил давление на Майка Джонсон и, по сути, дал ему так, знаете, непрямую, тем не менее, зеленую свету. Ну, неделю назад по экзит-полам они сравнялись. Да. Вот. Если они сравнялись по экзит-полам, это значит, что Трамп все равно выигрывает, потому что люди врут на экзит-полах именно про Трампа, как это было уже в 16-м году. Ну, Ран, не будем забегать еще все-таки в судебное дело и от исхода судебного дела будет много зависеть. Сами избиратели галов. Нет, насколько уже не пытались с этим судебным делом, оно слишком неявное. И под судебным делом тебя могут все равно выбрать. Вот. Так как этому судебному делу очень большое недоверие, так как оно уже абсолютно понятно, что оно не может уже по факту быть неокрашено политически. Ну, Вот. И это, безусловно, огромную, ровно половину американцев бесит. Понятно. Ну, будем посмотреть. Если бы Байден был пободрее, то, конечно, понятно, что он бы выиграл, но это как бы забег на выносливость, она от природы разная у людей. С этими двумя нам очень повезло. Ни с тем, ни с другим предсказывать что-то нельзя. Сам Трамп по себе сам непредсказуемый, а Байден в условиях его возраста тоже является непредсказуемым, потому что вообще дотянет ли он до выборов, это тоже большой вопрос. Дайся Бог. Евгений. Скажите, а тогда в чем может быть правильная стратегия Запада? Если в начале войны мы слышали бравурные заявления в том числе от британских чиновников того же Беннаволоса, Минобороны Британии и вашей страны о том, что мы должны не только проследить, чтобы Россия проиграла, а чтобы она проиграла убедительно, чтобы это было позорно, чтобы это был разгром. Сейчас ничего подобного мы не слышим. Все прикусили рядачки и уберили свои аппетиты. Дали Украине сейчас эту помощь. И, кстати, Ришин Сунак сейчас объявил о рекордах для Британии. Пакет помощи Украине в 500 миллионов одноразово. Рекордный пакет такой. И, тем не менее, что это? Просто не дать Украине упасть и использовать Украину как полигон. Будем предельно честны, судя по всему. И не будет сдаваться и будет продолжать. Он об этом заявляет, мы это видим. Украина, соответственно, превращается в полигон для этого противостояния. Да, судя по всему, они будут делать все, чтобы ослабить путинскую Россию, именно государство, забирая деньги очень неудачно, очень неудачными санкциями, которые, в общем, не принесли плодов. и какой-то помощи. Опять-таки, было бы классно, чтобы помощь была в виде патриотов, чтобы инфраструктуру и жителей больших городов сохранить. Зеленский просил 25 комплексов по 6-8 установок, если я не ошибаюсь. понятно, что это 28 или 32 миллиарда. Последняя просьба была 7, или сейчас идет Ахимия? Ну, вот, может быть, что-то дадут. Опять-таки, к ним еще нужны ракеты, потому что они же будут активно использоваться, как будет лететь баллистика, они будут использовать шахеды можно сбивать чем-то не очень дорогим, а эти быстрые ракеты нужно будет сбивать чем-то дорогим, вот, судя по всему. Ну, опять-таки, очень хорошо, что этот лед тронулся, жалко, что ничего толком не сделано в отношении нефтегазовых доходов, они весь мир продолжает активно платить России за недра. И даже европейцы, судя по всему, активно платят. Да. Эти схемы постоянно становятся известными, даже те, которых мы не подозревали, увы. Ну, а газ, который идет через Украину, он же не в космос идет, правда же? Евгений, последний вопрос, я вас отпускаю, обещаю, вот, что происходит сейчас с сакральными датами, с праздниками предстоящими, обещают быть безлюдными, по всей стране отменяют демонстрации, парады, салюты, на Красной площади военной техники будет в 2,5 раза меньше, чем до войны, но не секрет, что официальная версия в целях безопасности, как вы считаете? Я думаю, что это на самом деле в целях безопасности, я думаю, что так как они помешаны на безопасности, это действительно в целях безопасности, потому что если нагнать парад, куча камер, куча людей с телефонами, и вдруг прилетит один дрон, как тогда болванка пустая, ну тогда же он не заряженный прилетел, это было как предупреждение, там сколько десяток прилетел дронов, вот, они не были заряжены, то есть там не было боевой этой части, вот, это было так пощечено, не сжимая руки в кулак, ну, если можно, может прилететь пустая болванка, то может прилететь и заряженная, и один, условно говоря, шахет может испортить праздник капитально, и унизить, а именно этого Путин боится, унизить, это важное слово для него, унижение, вот, заметьте, сколько раз он говорит, я хочу, чтобы с Россией уважали, считались, вот, а это будет дико унизительно, если что-то такое прилетит во время парада, потому что ни о чем больше никто говорить не будет, а только то, что через 800 километров пролетел мопед с крыльями, вот, и устроил пожар прямо в центре России, поэтому и уверен, что это из-за безопасности, ни из-за чего другого. устроил пожар мопед мопед и мопед Продолжение следует...